Привет, друзья! Я попиваю апельсиново-метный чай, находясь у Кантаты. Вот обычно всегда я покупал этот чай по стоимости самого чая, то есть это 30-40 рублей. Приходил со своим термосом, тамблером. И мне в Кантаты, наоборот, рекомендовали именно приходить таким образом, потому что, говоришь, таким образом они борются за экологию, чтобы мы не расходовали стаканчики и так далее. Чай у них и так дорогой, в принципе, но получалось, в общем-то, дешевле, чем любой чай на подкорте. Сегодня я заплатил за этот чай 100 рублей. Когда я посмотрел чек, я обнаружил, что там фигурирует услуга, которая называется напиток с собой 6650. Я уточнил у продавца, почему пробили эту услугу, потому что раньше всегда везде в глобусе, даже в этой кофейне пробивали просто чай с собой. И она сказала, что это была всегда такая услуга, это просто неправильно пробивали. Ну, потому что, типа, должны услуги приготовления чая быть оплачены, даже несмотря на то, что мы не берем стаканчик с собой. Нет, я все понимаю, в принципе, окей. Бизнес есть бизнес, да, любая услуга должна быть оплачена, но с такой политикой покупка чая с собой в контакте становится финансово непривлекательной и больше я, естественно, покупать его не буду. Ну, по крайней мере, не спросив изначально, входит ли туда услуга за 66 рублей. Вот. Потому что пока что в глобусе еще наливают без этой услуги. Другие смены в этой контакте тоже наливают без этой услуги. Но продавец сказала, что она права, что такого политико Кантаты, а все остальные продавцы из Кантаты не правы. Вот так вот. Вот. Иногда можно на халяву попить чай, а иногда халява не проката. Всё. Подписывайтесь, ставьте лайки вашему ресторанному критику в Пиксино.